Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. Спасибо большое, что подписываетесь на мой канал, ставите лайки, пишите комментарии. Я очень ценю вашу поддержку. В этом видео хочу затронуть популярную тему среди огородников и садоводов. Полезна ли сода для огорода, для огурцов и томатов? Может ли использоваться сода для подкормки огурцов? Работает ли пищевая сода как удобрение? Какая сода лучше – пищевая или кальцинированная? Вообще-то термин «сода» – это общее название технических натриевых солей, угольной кислоты. В ежедневном обиходе с содой люди обычно называют несколько неорганических соединений. Это может быть и пищевая сода – бикарбонат натрия или гидрокарбонат натрия, и кальцинированная сода – карбонат натрия, и каустическая сода – гидроксид натрия или едкий натр, а проще говоря – едкая щелочь натрия. Скажу сразу, ни кальцинированную соду, ни каустическую соду на огороде для обработки растений применять нельзя. Это очень агрессивные химические средства, имеющие явно выраженную щелочную реакцию. Их применяют в технических целях. Например, кальцинированную соду используют для смягчения воды в паровых котлах. А вот каустическая сода или едкий натр – это хорошо всем знакомый крот для прочистки труб, или же средство для удаления жировых налетов на кухне. Для огорода и сада, для обработки огурцов, томатов, других овощей может использоваться пищевая сода или гидрокарбонат натрия – натрий-HCO3. Пищевая сода – это соль слабой карбоновой или угольной кислоты – H2CO3 и сильной щелочи – гидроокиси натрия – натрий-ОН. Она имеет ярко выраженную щелочную реакцию. Кроме того, пищевая сода плохо растворяется в холодной воде, распределяется в виде взвеси. Именно эти достоинства пищевой соды и можно использовать для борьбы с разными грибковыми заболеваниями, которые паразитируют на огурцах, томатах и других овощах. Вот схема обработки содовым раствором томатов от фитофтороза и других грибковых заболеваний. 2 столовые ложки пищевой соды растворить в 10 литрах воды и обработать томаты по листу в первой половине дня. Томаты имеют опушенные листья и хорошо реагируют на обработку пищевой содой. Такие обработки от фитофтороза можно проводить регулярно, каждые 7-10 дней, также опрыскивая почву под кустами. И фитофтороз томатам будет абсолютно не страшен. Скажу больше, при агрессивных формах грибковых заболеваний, томатов, которые развиваются молниеносно и поражают растения в считанные дни, концентрацию пищевой соды в водном растворе для обработки можно увеличить в 5 раз, до 10 столовых ложек бикарбоната натрия на 10 литров воды, чтобы обработка была более кардинальной. Сода для огурцов, к сожалению, подходит не очень. Огурцы очень нежные растения, поэтому максимальная концентрация для обработки огурцов составляет 1 чайная ложка 5 грамм на 1 литр воды. Для лучшего покрытия плети огурцов раствором пищевой соды следует добавить еще чайную ложку хозяйственного мыла в качестве прилипателя поверхностно-активного вещества. Мыло помогает бикарбонату натрия лучше оседать на листьях. Опрыскивание пищевой содой с хозяйственным мылом защитит огурцы от таких грибковых заболеваний, как мучнистая роса, ржавчина, различные виды гнили и плесеней. Как обрабатывать огурцы содой? Как часто? От грибковых инфекций и огурцы, и другие овощи следует обрабатывать пищевой содой еженедельно, как только появляется риск развития болезни. Смесь соды и мыла также необходимо наносить повторно после каждого дождя, потому что содовые растворы легко смываются. Как работает сода? Принцип очень прост. Там, где поверхность листа обработана содовым раствором, она становится менее кислой, а значит, менее вкусной для грибковых инфекций. Теперь хочу сказать несколько слов о том, может ли быть пищевая сода удобрением, подкормкой для огурцов, томатов и прочих овощей. Ответ однозначный. Конечно же нет. Вот формула пищевой содой. Натрий-НСО3. Как видите, ни азота, ни фосфора, ни калия в соде нет. Поэтому есть там растению просто нечего. Распространяемое на просторах YouTube видео о том, что сода – лучшая подкормка, например, для огурцов, это, конечно же, большой фейк. Неправда, рассчитанная на несведущих зрителей. Вот такая она – сода. Простое средство для ухода за томатами, огурцами, кабачками, плодовыми деревьями, кустами и даже цветами. Оказывается, бикарбонат натрия можно использовать не только на кухне для поднятия теста и уменьшения запаха в холодильнике, но и для подавления различных грибковых и бактериальных заболеваний растений. И это чистая правда. Но, тем не менее, лучше их предотвратить, чем подавить. Хорошего урожая! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...